Добрый день, мы продолжаем играть в Тёмного Мессию, а собственно говоря, прибытие в Стоунхед. Мда, архитектура, конечно, интересная, все здания вытянутые кверху, посмотрите на вратах. Здравствуйте. Не, ну прикольные, конечно, врата, величия Паваса в них много. Как знаешь? Как нам докажешь? Мы не очень-то доверяем чужакам. У меня есть рекомендательное письмо. Ну-ка, покажи. Хм, по особому приглашению лорда Минилага. И печать. Добро пожаловать в Стоунхелм. Если вам угодно, можете оставить свою лошадь здесь, сэр. Конечно. Не подскажете, как мне найти Минилага? Конечно, сэр. Вверх по калму, мимо Золотой. Клянусь, кровью дракона. Что это? И тут началось. Блин. Внутрь, скорее. Они здесь. Они вправду здесь. Нет, чтобы нам было... Бежать! Защитили страну. Это что такое? Я здесь. Помогите! Так, вы там видели? Там какой-то голем. Чего ты сделаешь, солдат? Заберись. Бегу, бегу, бегу. О-хо-хо. Привет. Я укажу. Короче, события начинают раскручиваться. Очень быстро. Я не могу попасть за стены. Я тебе признателен, что ты помогаешь бездаконному человеку, который первый раз в городе помогал. Одновременно почему-то напоминает в Скайриме начало, когда драконы косились. Ну и также еще Готику третью, потому что там вас бросают сразу же сражение, а управление много было оп-а-на. Все другое, отличающееся от... Ээээ... Этим, второй. Он сорвал ворота, как маутин. Да что ты говоришь? Они занимаются по лестнице. Закрыть верхний... За мной! Только пропусти его вперед, пожалуйста. Я с ним собираюсь. Закрывай ворота! Какой уродец. Так его, так его. Эй, друг, ты в порядке? Ладно, пойдем. Ты тут это, справишься? Ладно, остальное. И идем. Вот так вот нас получается, мы с вами послужили этому городу, у регулярные войска. Хотя мы по факту милиция. Так, закроем дверь. Я, конечно, еще ни разу не стрелял из Баллист. Это что-то наподобие средневековой пушки. Усправитесь, да? Можете, конечно, стащить меч. Ну ладно, не буду делать этого. Так, давайте наведемся. Так. Так, стражников пока хватает. Отлично. О, идет. Давай, Шесарев, продолжай стрелять. Вот так вот. Сейчас или никогда, ты должен убить его. И вот так вот. Не обращаем внимания на тот голос, который у нас в голове звучит. Это просто наша паранойя. Какой-то страшный. Больдор, что ли. Хотя, учитывая, что тут больше некромантов попадает, вполне себе возможно, что цикл он просто мертвый. Они его подняли. Как они там радуются, а? Ну что, как дела? Они отступают. Все стихло. На время. Это да. Так, ты не против, если я хлеба возьму у вас? Немножко устал я. Похаваем. Так, давайте возьмем ближний бой. Потому что нам нужно пользоваться щитами уметь. Вот. Третий уровень я брать не буду. Не вижу в этом смысла. А щиты нам нужны будут. Хотя, может быть, потом третий тоже возьму. Там, потому что движение будет больше у него доступно. Так, давайте возьмем запас сил. Ну и, в принципе, давайте бдительность выучим. Чтобы можно было находить предметы, если они не скрыты. Это просто тело... Прах... Праху. Письмо. Ну, давайте прочитаем. Вновь я думал о Линне. Я слишком много думаю о ней. Но как же она добра, как мила лицом. Ее дядя сулит ей судьбу великой колдуньи. Я буду просить ее руки. Нет, не сейчас. Но, быть может, на войне я покажу себя героями, стану достойными. Интересно, это... Писал вот этот чувак, которого я сейчас поджег? Или это какой-то другой чувак? Не ясно. Тоже сожгем. Давай поближе подойдем. Черт. Ладно, не буду сжигать. Пусть лежит. Я еще хлеба возьму. Я есть хочу. Я пить хочу. Я хочу. Да. Что скажешь? Неплохо, дружище. У тебя есть сноровка. Да. Интересные гобелены. Одинаковые, правда. Что удивительно. Потому что, если учитывать, что это как бы времена средневековья, прямо один в один нельзя было сделать. Потому что там все было ручной работы. Штамповки, литья не было. Вот. Вот так вот. Привет. Ты неплохо держался в бою. Не хочешь присоединиться к нам за кружкой пива в золотой заклепке? С удовольствием. Только я не знаю, где это. А мы вот так. И давай возьмем еще зелье. Так. Фауна Эшена. Эшена. Прочитаем. Последние исследования представителей Эшенской фауны привели нас к любопытным выводам. К примеру. Низшие существа, такие как пауки, страшатся огня. Тогда как создание, отмеченное демонами, орки и гоблины, обладает к нему определенной устойчивостью. В то же время, они также боятся молний, как все другие существа. Нежить отличается от прочих. Им неведомы страх и боль. А потому победить их сложнее. Однако, удачливый герой может обрести освещенное оружие, сотворенное из сущности дракона. Нет ничего лучше против этих созданий тьмы. Интересно. Может быть я не говорю в предыдущей части, но то, что игра называется Dark Missy Might and Magic, то есть северный Might and Magic. Возможно вы играли в части именно Might and Magic. Там вот именно, ну, они мне не очень нравились, потому что стилистика, ты ощущаешь себя каким-то, я не знаю, человеком, сидящим там в кресле и вкуснодумающий, отправляя тут именно команду героев там на зачистку, например, какого-нибудь подземелья. Но опять же, учитывая, что третья часть героев Меча и Магии была мне интересна, все-таки было интересно побродить по этим мирам, так сказать, своими ногами, как вот мы сейчас это делаем. Это Мирошан, он имеет прямое отношение к пятой части Героев Меча и Магии, точнее, это ее далекий отголосок, то, что то, что творилось в пятой части Героев, это было типа, ну, то ли пять тысяч лет назад, то ли сто, точно не помню. Я когда читал информацию про эту игру, там что-то подобное поднималось. Так что вот, тут что-то есть об этом. Угу. Там выход нам туда, и нужно покрутить решеточку. Прикалывает то, что если вы не докрутите, оно обратно опускается, это забавно. Ну, давайте покрутим это колесико. Сейчас откроется калиточка. И мы выйдем. Угу. Переходы между локациями я загружать не буду, потому что, во-первых, это время тратится, во-вторых, вот уже случилось так, что почему-то игра перестала записываться, так что я буду их вырезать. Так, что у вас, друзья? Вам плохо? Похоже, ему шлемом защемило лицо, и этот пытается снять с него эту каску. Бывает. Что-то там такое выглядываешь, друг? Да вроде никого не видно. Ладно. Пока он нас не видит, пользуясь случаем, возьмем лук и деревянный посох. Лук использовать будем, а вот посох нет. Но я хочу просто показать все виды оружия, как они выглядят, когда боевка ими. Ну, во-первых, давайте про них почитаем. Ну, лук это понятно, два к урону. Деревянный посох. Медленное оружие. Не наносит серьезного урона. Но против группы врагов нет ничего лучше посоха, поскольку им можно ошеломить врага и даже избить его с ног. Реально, посох здесь это что-то с чем-то. То есть, как мы привыкли видеть колдунов. То есть, какой-нибудь дряхлый старик с длинной-длинной бородой а-ля Мерлин. Такой длинной-длинной шляпе и опирающийся на полоса. Ну, даже Гэндальф взять, да? Хотя, в принципе, вот то, что сейчас можно творить с посохом, для Гэндальфа это очень подходит. Как мы его берем в руки? Вот так вот. Просто я не знаю, какой-то монах Шаолиня, блин. Так, а сильный удар? Два удара. И смотрите, вроде бы деревянный посох, а стена каменная. Какие серьезные зарубки на ней остались. Так, я предлагаю его выкинуть. Я все равно не буду посохом пользоваться. А вот лук. У нас даже 36 стрел есть. Лука мы иногда пользоваться будем. Но все равно мы его уберем. И давайте немного зелья переложим, чтобы они были немного по-другому. Так, лук пусть будет здесь. Сюда мы установим оружие ближнего боя, когда мы доберемся до меча. Здесь у нас будет лечилочка. Ну, вдалеке у нас будет наш кошачий глаз. Если кого интересует, что у нас еще в инвентаре, у нас есть немного еды. Там два куска хлеба. И кристалл Шантири. Этому кристаллу была посвящена предыдущая часть. Мы забирали его в Нере Мертвых. Так, щит. Вот это хорошее приобретение. Скорее всего, это карта местности. Прошу прощения. Но тут вообще ничего не понять. Все так мелко. Непонятно. Так, что у нас тут? Кинжалы. Тоже посмотрим. Возьмем еще один щит. Щит. Щит стражника. Так. Почему я взял щиты? Ну, просто-напросто использовать их мы будем. Они имеют, так сказать, предел прочности. Когда прочности заканчивают, скорее всего, они ломаются. Так, ну и давайте про кинжалы посмотрим. Так. Кинжальные раны не так глубоки, как те, что наносит меч. Зато удары кинжала молниеносны и опасны. Только кинжалом можно нанести удар в спину, и только кинжал может стать метательным оружием. Чтобы метнуть кинжал, нанеси мощный удар в тот момент, когда почувствуешь всплеск адреналина. Или когда враг попытается убежать. Понятно. Когда он убегает, можно бить в спину. Прикольно. Так, а если сильный удар? Вот так вот. Ладно. Я это оружие использовать не буду. В нем необходимости нет. Так. И давайте-ка мы вот этот ящик взломаем. Еще еда. Здесь вот плохо видно, но тут короткий меч. Я сам даже с трудом вижу, что здесь лежит. Охренеть темно как. Вот. Ну, обычный короткий меч. Лучший друг воина. Не так быстро, как легкий кинжал или посох. Зато надежный способен нанести смертельные рану любому врагу, который осмелится встать у вас на пути. Так. Вот с щитом это выглядит. Вот так. Вот щит. Можно им закрываться. И бить из-за щита. Что это было? Охренеть. Щитом бить можно. Прикольно. То есть, смотрите. Это удар мечом, а это щитом. Прикольно. Мне нравится. Что тут такое? Эм. Вилочка. За ВТВ. Все побил. Ладно. Можно, в принципе, это оружие убрать. Я пока не собираюсь никого резать, тем более мы находимся среди своих. Город мы защитили. Мы народный герой. Если им это удастся, мы в ловушке. Сомневаюсь. Упыри плавать не умеют. Что нам делать с телами? Если до них доберутся некроманты... Было бы неплохо. Возможно, придется открыть некрополь. Не знаю, о каком некрополе идет речь, но дверь надо закрыть. В последний раз повторяю. Здесь нет никаких некромантов. Так они и тебя обвели вокруг пальца. Но меня им не обмануть. Говорю, тебе на улицах небезопасно. Город кишит шпионами некромантов. С ними был этот мерзавец Арантир. Ты его видела? Ой, драконы ради. О чем была речь, дамочка? Дамочка, извините. Послушай, я занята. Раненые, мертвые. Иди, чеши языком с другими. Окей. Сама так, главное, понимая, что тут сплетничала с какой-то горожанкой. И на нас вот так вот она получилась. Ладно, посмотрим, что тут еще есть на наличии интересного. В принципе. Ну, безусловно, небо нормальное. Надо привыкать к данным архитектурным изыскам. Как все вытянуто. Так. Забавно. Да. Скелет это не те, кто любит повреждения. Что скучаешь, друг? Странные звуки. Ты слышишь? Надеюсь, это не значит, что они готовятся к новому штурму. Нет, нет. Не возмуйся. Это просто подкоп делают. Ладно. Так, чувак, а ты тут что скучаешь? Ты не знаешь хорошего кузнеца? Нам бы подлатать доспехи. Ну, не знаю. Я здесь только первый день. Так. Очевидно, это таверна. Спит. Давайте в него зайдем. Как-то в горле просохло все. Кажется, здесь можно купить не только Эль. Видно, от местного Эля в глазах троится. Ушла. Прости, мне некогда разговаривать. Так, кто там мертвец? Ясно. Так, давайте соберем яблочный сок. Это еда. А тут лучник стреляет. Можно ли поговорить, друг? Эй ты! Убирайся отсюда! Нечего тебе здесь делать! Ну и ладно. Я с ним хотел поговорить. Как они быстро забывают заслуги людей. Я вот совсем недавно, блин, этого циклопа убил. А они... Ну, понятно, я был как бы в башне. Безымянный такой. Арбалетчик. Баллистчик. Да. Вот так вот, значит, у них бывает. Не помнят они своих героев. Ух ты, какой флюгер. Смотрите. Правда, он не шевелится. Видимо, ветра нет. Так, о. Ящик. Я думаю, нам стоит его вскрыть. Извини, стражник. Немножко попорчу тут все. Тут немножко хлеба. Слушайте, прикольно выглядит такая лепешка. Правда, немного не хватает полигонов, но тем не менее, на лепешку похоже. А вот еще один ящик. Мы его вот так откроем. Еще немножко сухопайков. Десять. Ну что ж, я немного притомился. Давайте сядем вот под этой лампой и перекусим тем хлебом. И выпьем немножко виноградного соку. А так вот. Хорошо сели. Хорошо сидим. Лампа. Накаливание. Да сядь, я сказал. И давай хавать. Конечно, еда восстанавливает очень мало здоровья. Всего по 2 единицы. Но тем не менее, это неплохо. Да, и озвучка как будто реально что-то жует. Это сразу вспоминается почему-то ретрукту Кассоу в Ультенштейн. То есть, когда он там хавает, там такой звук создается. Просто я не знаю. Самому хочется идти на кухню и делать себе бутерброд. Тут именно та же самая ситуация. Ну ладно, немножко поели. Собственно говоря, хватит обжиралово устраивать. Здрасте. Ну так заделывай. Что с тобой? Еду я возьму. Спасибо. Так. Мне кажется, я этого пацаненка уже видел. Он тут что, занимается спортом? Бегает, вот понимаешь, туда-сюда. О. Ну понятно. Нам куда-то сюда, короче, нужно идти. Сначала мы заглянем сюда. Какая-то дверь. Естественно, мы зайдем. Никого. Можно заходить. Ладно. Вот эти вот досочки на крыше. Прикольно. Так. Вы думаете, я не заметил? Я все вижу. Сейчас зайдем за эту занавесочку. И вскроем ящичек. В котором еще еда. Чем больше еды, тем лучше. Хорошая серия такая. Начало было, конечно, много драйва и экшона. Но сейчас все стало спокойно и безнадежно. Безнадежно, говорю. Безмятежно. Безнадежи здесь нет. Так. Я думаю, все знают предназначение данного ведра. Фу. Фу. Это ночной горшок. Кому-то я его испортил. Это герб. Ну, дракон. То есть, по крайней мере, мы его видели. Похоже на щите. То же самое, что нарисовано. Фамильный герб этого города, видимо. Что тут? Свиток заморозки. Кстати, свитками мы будем пользоваться. Это полезное приобретение. Так что возьмем зелье маны. Вдруг да и пригодится. Не знаю, тратится магическая энергия нас на использование свитков или нет. Но пусть будет. Как-нибудь вот так сделаем. Да. Я думаю, светильник повернется полностью. Ну, ладно. Тут какой-то тайник. Реально тайник. Да блин. Ладно. Залез. Так. Зелье полного исцеления и потрошители. Ну, давайте посмотрим. Ну, зелье полного исцеления. Безусловно, это круто. Так. Четыре к урону. Четыре к шансу навести скритический удар. Ну, это для скрытных персонажей, кто любит играть всякими мошенниками, ворами. Хм. Так. Вот там маг. Вот этот чувак. А нам, похоже, вот сюда. Ну, что-то так кажется. Ладно, посмотрим. Так. Спрыгивать я здесь не советую. Давай выгоним просто. Да, реально. То есть обходить некуда. То есть, по идее, можно перепрыгнуть туда. Там тоже какие-то окна. Но я боюсь разбиться насмерть. Все-таки как бы высоко. И я думаю, стражники мои акробатические этюды не оценят. Скажут, что я что-то это забыл и попутал. Прыгая по чужому дому. Подумают еще, что я собираюсь их ограбить. Так что я не буду этого делать. А буду делать цивилизованно. Закрывай дверь. О, замечательно. Вот тот самый маг. Кстати, вывеска. Видимо, здесь магазин, что ли. По крайней мере, это как бы сумка. На сумку похоже. Сложно сказать. Что скажешь мне ты? Не дотянуться. Знаешь пословицу? О богатстве судят по размеру входной двери. Сразу видно, где дом мини-лага. Ну, может быть, да. Так, ну я еще не со всеми поговорил. Давай с тобой поговорю, друг. Что ты делаешь? Подумаешь, слегка задел огненным шаром. Это я золотаю. Тебя задел огненным шаром? Как думаешь, они еще вернутся? Стража не всех перебила? Нет, нам с тобой хватит. Как думаешь, они еще вернутся? Стража не всех перебила? Ясно. Больше он ничего не знает. Ладно, посмотрим, что тут еще интересненького есть. Что у нас тут? Закрыто. Понятно. Ну-ка, подожди. Посмотреть нужно. Нет, там эти окна вроде бы неоткрываемые. Хотя нет, такие же. По идее, можно попытаться туда перепрыгнуть. Вот в это здание, чтобы попасть, можно было. Расстояние не шибко большое, собственно говоря. Интересно, что там скрывается. А чем черт не шутит? Давайте попробуем. Я даже сохранюсь ради такого случая. Сейчас посмотрим, что будет. Что-то мне как-то это... Жилка паркурщика какая-то во мне проснулась. Где? Где? Я же открывал? С какой стороны я открыл? Так. А вот фигушки, блин. Оно не открывается. Вот зачем я сюда... Вот так вечно. Тихо-тихо-тихо, не провались. Я прямо чувствую, как оно под ногами хрустит все это дело. Пытается нас скинуть. Да. Ну, давай. Ну, давай. Ну, уже. Ну. Ну, наконец-то. Короче, не прошло и пяти минут, как я смог залезть в это окно. Видимо, разжирел немного. Придется это вырезать. Да. Да. Да, к сожалению, а то наблюдение нам ничего не дало. На соседней крыше нельзя заходить. Там не входное окно. Увы. Так, это мы очень далеко ушли. Ну, да ладно, в принципе. Суть-то та же самая. Бегун, подожди. Хотел с ним поговорить, но ладно, не получилось. Поговорим с лоточником, я думаю. Поговорим с лоточником, я думаю. Отлично. Вот здесь входная дверь. И здесь я смог зайти с первого раза. Не то, что, блин, там. Да, тайник. Интересно, что он скрывает. Ну, что ж, я думаю, стоит включить ночное зрение. Слава богу, оно у нас есть. Так, лампочка. Бочки. Мы что, сюда шли за этим? О! Зелье полного исцеления. Это хорошее приобретение. Ладно, уходим отсюда. Ах, как светит. Ну, ждешь. Ждем, когда у нас, получается, с глазах просветлеет все. Я могу с лестницей что-то делать? Нет. Как мы видим, здесь тоже какой-то есть интересный момент. Отлично. Давайте пройдем сюда и посмотрим, что же тут есть интересного еще. Я, в принципе, понял, куда нам нужно будет идти. Как думаешь, они еще вернутся? Стража не всех перебила. Понятно. А ты что мне скажешь? Эй, ты. Понятно. Слышал. Уже этот разговор. А, так вот мы где. Опять вернулись. Ну и стражник опять же тут бродит. Ладно, понятно. Короче, идем отсюда. Пора заканчивать эти бессмысленные брожения. И давайте подойдем откуда-то к этой девушке. Как раз письмо, которое мы зачитывали, похоже, было адресовано ей. Видимо, от него. Простите. А, должно быть, вы и есть посланник. Вот и наш гость. Прощайте, Горд. Ну, ну, ладно. Я прибыл к лорду Менелагу по поручению учителя Фенрига. Вы должно быть царев? Я очень волновалась за вас. Возможно, напрасно. Дядя сказал, вы помогли убийце Клопа. Простите, я Линна, ученица и племянница Менелага. Ученица? Племянница? Хм. Дядя будет вам очень рад. Не хотите привести себя в порядок перед обедом? Ступайте за мной. С удовольствием. В смысле, конечно. Стража! Откройте ворота! Слушаю, смотри. Знаете, мы в вашу честь приготовили пир. Надеюсь, циклопа, которого я завалил. У него подходка. Так вот, похоже, письмо было отрисовано ей от того мужика. Я хочу успеть закрыть ворота, пока не вернулся Гард. От Гарда. Вот. Кстати, нам дали два очка. Давайте вкачаем лук. Теперь мы можем приближаться. У нас не так много времени, Саров. Да, это полезно. Вот. Собственно говоря, здесь, я думаю, пока что данное видео оканчивается. Уверяю вас, здесь вы в полной безопасности. Спасибо, я понял. Сейчас будет ролик. Я просто о том знаю, потому что реально запись не пошла, и вот пришлось еще раз перезаписать. Но сейчас все будет как надо. Вот. В дальнейшем... Следующая часть уже будет более интересна. Там уже начнется больше экшена и больше драйва. Потому что сейчас, как мы видим, мы просто ходили-бродили, дышали воздухом в этом городе. Ну, немного было смазное прибытие циклопом. Но сейчас мы, я думаю, оценим его на вкус. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Смотрим ролик. Добро пожаловать в дом Минилага. Так значит, ты сарев. Рад встрече, юноша. Город осадили некроманты. Эй, осторожней. Я уже начал за тебя волноваться. Полагаю, ты принес кристалл Шантири. Ну, конечно. Хорошо. У меня он будет в сохранности. Завтра мы отправимся, а аккуратней с этим супом, к острову Храма, месту, где покоится череп теней. Пусть себе Арантир штурмует наши стены. Скоро мы покончим с ним. Арантир не так уж прост. Ходят слухи, что он и есть темный мессия. Чушь и бред, девочка моя. Всем нам известно, что это не так. Но время, указанное в пророчестве... Оставь заботу о ветхих пророчествах мне. Ты же займись экспедицией. Ты за нее отвечаешь. Конечно, дядя. Спокойной ночи. И вам тоже, сарев. Клянусь вратами Шиога. Как это мило и трогательно. Мальчик мой, я знаю, зачем ты здесь на самом деле. Но Линни это неведомо. Дела Фенрига ее не касаются. Договорились? О чем это вы? Возможно, и ты об этом не знаешь. Но так даже к лучшему. Слуги проведут тебя в дом для гостей. Выспись хорошенько. Мы отплываем с утренним приливом. Продолжение следует... Продолжение следует...